Устроить жителям экскурсию со знаменитой военной техникой ЧТЗ решил в честь 23 февраля. Кто, как не Челябинский тракторный завод, знает, что такое защищать отечество, поэтому идея такая возникла у нашего руководителя, исполняющего обязанности генерального директора Юрия Алексеевича Мамина, провести именно день открытых дверей, не традиционно, как мы его проводим летом, 1 июня, а именно день защитников отечества. Экспозиция получилась меньше традиционной. Не вся техника смогла добраться до места в условиях снега и гололеда. Выставку открывает изюминка и гордость коллекции. Трактор С-65 «Сталинец» 1939 года выпуска. Этим знаменитым трактором мы открываем все наши праздники. Все годовщины. Он идет впереди колонной, за ним идут уже рабочие Челябинского тракторного завода. Мы гордимся, что этот трактор был сделан у нас. Он на ходу, по-прежнему ходит. И люди всегда, когда приходят к нам, подходят сначала к этому экспонату, чтобы рассмотреть и посмотреть, что делали наши деды и отцы. Легендарный советский трактор в годы Великой Отечественной войны использовали для буксировки орудий большой мощности. Серия продолжалась до 1961 года, пока ЧТЗ не запустил массовое производство более современных и технологичных тракторов. В одной линии с ветераном блестит только что сошедшая с конвейера современная спецтехника. Трактор может поворачиваться вокруг своей оси. Левая гусеница будет вращаться по часовой стрелке, правая против часовой стрелки. Кроме того, на этом тракторе мы опробовали управление этим трактором на расстояние. О том, как создавались танки времен Великой Отечественной войны, современные дизельные двигатели, ретро-тракторы и другая техника военной и послевоенной поры, посетителям рассказали ветераны производства. Наталья Шмахметова, Андрей Дичков, Урал-1